В этом видео я расскажу работу рук для мальчиков в фигуре скользящие дверцы. Сейчас мы делаем вдох правой рукой, левой рукой и на счет 4 останавливаем и руки и тело. Дальше на счет 1 продолжение руки, шаг на счет 2, правая рука наверх, левая рука вперед, смягчается и опускается вниз вдоль тела, правая делает полный круг и опять на 4 останавливаются руки. Дальше правая рука делает опять полный круг, левая рука к телу, правая рука к телу, полный круг, левая рука к себе и остановка на счет 4 обеих рук. Правая рука идет наверх через третью позицию, левая через вторую позицию, правая рука опять делает полный круг и на 4 две ручки останавливаются. Дальше правая рука делает полный круг, левая рука в сторону к себе вниз, правая рука в сторону к себе вниз, левая рука к себе и мы останавливаем две ручки. Опять на раз рука делает вдох, правая рука идет через вторую в третью позицию, левая рука идет через вторую в первую и вниз в подготовительную. И на счет 4 мы опять останавливаем руки, делаем и повторяем эти же действия. Правая рука в сторону, левая к себе, левая в сторону, правая рука к себе, левая к себе и останавливаем руки на счет 4. Выводим правую руку наверх, левой провожаем партнершу, закрыли, продлеваем руку, делаем в сторону, меняем, встали, опять наверх, проводим партнершу, закрыли, открываем, меняем в сторону, в сторону, закрыть, и опять наверх, провели партнершу, закрыли, проводим в сторону, в сторону. Очень важно, чтобы две руки работали одновременно в разных направлениях. Также, чтобы они не были для тела обузой, а были помощью. Во время вращения бедер у нас есть работа кукарачи и последовательная работа каждой руки. Обратите внимание, что рука – это каждый палец, кисть, локоть и плечо. Направление идет от тела. Можно использовать разные вариации, работая рук через верх, через сторону. Каким образом не выполнялась бы данная фигура вами, важным моментом является контроль двух рук в разных направлениях. Если есть задача хорошо открыть руку наверх, либо в сторону, перед этим предварительно нужно хорошо ее провести через тело и закрыть эту руку. Задание для данного упражнения – сделать как минимум 20 раз скользящую дверцу с работой рук самостоятельно без зеркала, потом записать это на телефон, проверить себя самостоятельно и своих лучших три варианта прислать на проверку в группу. Будьте уверены, что это те варианты, которые нравятся вам самим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова